В самом издательстве «Алгоритм», позиционирующем себя как единственное российское издательство, предоставляющее трибуну для авторов либеральных взглядов, крайне удивлены возникшим скандалом. В каждом издательстве происходят такие ситуации, когда книга выходит, может быть, без договора, может быть, еще как-то. Это обычный издательский процесс, и абсолютно в каждом издательстве, независимо от его размера, независимо от его специализации, периодически случаются конфликты с авторами. И просто в данном случае, как я вижу эту ситуацию, он просто получил широкую огласку. Объяснить, как получилось, что книги были изданы без ведома авторов, в издательстве не смогли. Сославшись на то, что человек, ответственный за произошедшее, находится сейчас в отпуске. К тому же с некоторыми из недовольных авторов уже удалось договориться. Это косяк издательства. Мы, значит, извинились перед Бомом и решили с ним этот вопрос. Он знал эту ситуацию. То же самое мы готовы сделать с Хардингом. И сейчас делаем мы в процессе этого. Человек, который ответственен за это, еще раз повторяю, объяснение дать не может, его просто нет, он в отпуске. Скорее всего, этот сбой произошел из-за того, что лето, период отпусков. Мы этот вопрос все решили. Никакой проблемы я тут не вижу. Главный редактор издательства «Алгоритм» считает скандал вокруг серии «Проект Путин» несоразмерным с самой проблемой и, в свою очередь, видит в случившемся заговор против свободы слова в России. Это проблема не нарушения авторских прав. Это проблема наезда каких-то непонятных для меня, очень мощных причем сил, на свободу слова в России. Потому что нету второго издательства, которое опечатает этих людей. И в данном случае я имею в виду либералов. Спросите, кого угодно. Все боятся. И вот именно на нас такой наезд из-за какого-то грошового инцидента. Пока идет разбирательство авторов с издательством, книги серии «Проект Путин» все еще можно найти на полках книжных магазинов Москвы. Беата Бубинец. Москва. Для настоящего времени. Продолжение следует...